Всколыхнувший хип-хоп движение в конце 90-х детства стал кумиром миллионов. После пары удачных альбомов рэпер поругался с отцом и отказался от его денег, решил заняться андеграундным творчеством. За этот поступок фанаты стали еще больше уважать исполнителя. В последние годы он продолжал давать концерты. После одного из них Кириллу Тома-Ц, кому стало плохо, и он умер от остановки сердца. Экспертиза показала, что в крови 35-летнего музыканта не было найдено запрещенных веществ, в употреблении которых его подозревали. Говорили, что виной всему — чрезмерные нагрузки. Но некоторые друзья артиста не верят в официальную версию смерти, считая, что Кирилл был слишком молод и находился на новой ступени творчества, а недоброжелатели могли отравить исполнителя. Одним из сомневающихся стал продюсер Андрей Разин, знавший Тома-Ц, кого из детства. Когда ему стало плохо, все убежали, я не понимаю, почему его оставили одного в гримерке. Кирилл никогда не лечился в клиниках и курил в клипах обычные сигареты, притворяясь, что это запрещенные вещества. Он прекрасно отработал в Ижевске. И сейчас следственный комитет ведет расследование, ведь это могло быть отравление, рассказал Разин в эфире программы «Выход в люди». Роберт Елизарьев, друг детства, также считает, что произошедшее не было случайным. «Я до сих пор не верю, что это просто сердечный приступ». Кирилл никогда не жаловался на здоровье. Эта смерть не была естественной. Его могли устранить. Никогда не думал, что буду навещать его на кладбище, — говорит он. Атар Кушанашвили вспомнил, как однажды в глубинке с ним произошло подобное. Он выступал в провинциальном городке, когда одному из зрителей показалось, что артист чем-то его оскорбил. Кушанашвили понял, что ему что-то подсыпали в напиток, когда внезапно упал посреди гримерки. Кто имел доступ к телу и затаил обиду, мог такое сделать. «Не может быть, что Кирилл мне за неделю до этого говорил, что у него начинается скачок, что все изменится к лучшему, и тут его здоровье дало сбой», — рассуждал телеведущий в эфире. Еще на похоронах детства мать рэпера говорила о том, что Кирилл неправильно питался и постоянно страдал от перелетов и переездов. Он не жалел себя и полностью выкладывался на выступлениях, что могло сказаться на самочувствии певца. Однако Следственный комитет продолжает вести расследование, чтобы развеять все сомнения о возможном убийстве артиста.